Здравствуйте дорогие друзья! Рад представить первую игровую подборку в этом году. У меня было время взвешенно отобрать достойно вашего внимания проекты. Все ссылки будут традиционно в описании. Иииии... Прежде чем открыть эту заветную папку, я хочу рассказать о том, где я нахожу такие классные обои. В этом мне помогает приложение Surred. Разработчики регулярно добавляют очень качественные и незаезженные изображения на любой вкус и цвет, о которых вы так часто спрашиваете в комментариях. А еще их можно мгновенно заблюдить, чтобы под иконками красиво смотрелось. Ссылку на приложение я оставил в описании. Ну а мы начинаем. Если вы фанатеете от стратегии, в двухтысячных любили днями напролет сидеть в Сим Сити, да еще у вас есть замашки диктатора, то мимо тропика однозначно проходить не стоит. Это проект ААА класса, портированный с ПК. Главная задача развивать свой пока еще не очень крупный бизнес, по сути которым является небольшое городишко до масштабов мегаполиса. При этом требуется очень тонко балансировать между экономическими потребностями города, партнеров и конечно же населения. Тропика имеет огромный запас реиграбельности, юмора и свободы фантазии. При детальном рассмотрении конечно же хотелось бы получить более технологичную картинку, а также идеально отзывчивого управления при масштабе и строительстве. Да было бы здорово увидеть версии под смартфоны и андроид устройства, потому что есть куча примеров когда стратегии уживаются даже на компактных дисплеях. Хотя таковыми сложно назвать диагонали фаблетов. Так что если у вас есть айпэд, куча свободного времени, а погружаться надо с головой, а еще вы фанатеете от градостроительства и принятия взвешенных решений, то проходить мимо тропика не стоит, невзирая на ценник. Он оправдан. Геймеры ошибаются только один раз, когда не смотрят наши мобильные игровые подборки. А саперов Bomb Squad Academy разрешено ошибаться множество раз, ведь будет рестарт и все по новой. В этой игрушке вы безболезненно освоите профессию сапера в виде увлекательной головоломки. Пусть вас не пугают аскетично и местами непривлекательно отрисованные схемы. Начните с малого и постепенно будете познавать науку правильного включения тумблеров и перерезания проводов. Головоломка очень затягивающая, в реальный мир вас будут выдергивать только две вещи. Неудачно перерезанный провод и реклама между уровнями. Первая проблема решается включением логики, вторая внутриигровой покупкой, ну или перекуром на время рекламы. Эскапизм, избегание неприятного, скучного в жизни, особенно путем чтения, размышления о чем-то более интересном. Разработчики уже серии и очень даже именитой применили этот термин в куда более банальном смысле. Побеги из тюрьмы. Ибо есть вещи и поинтереснее, чем сидеть за решеткой. Первая часть однозначно завоевала любовь публики. Во второй подкрутили графику, благодаря чему проект стал выглядеть более свежо, если это слово можно применить к игре, выдержанной в пиксельной стилистике. А также добавили долгожданный многопользовательский режим. Игрушка сохранила дух серии и по прежнему интересно, несмотря на то что по сути тут мы выполняем рутинные действия. Но вся суть в огромном количестве вариантов прохождения. Это не какая-то туннельная бродилка, а перед вами тысячи вариантов решений и по-настоящему многочасовой геймплей. А то привыкли разработчики брать солидную денежку за игру, которую проходишь за час. Главный недостаток локальная игра на 4 человека. Нет, это безусловно здорово, но я хочу играть через интернет. Ну и карт хотелось бы побольше. Да и сам редактор карт не помешал бы. В остальном игрушка классная, пусть и дорогая. Проверить свою внимательность можно в симуляторе воришки Robbery Madness. В закрытом торговом центре необходимо избегать камеры слежения и курсирующих роботов и постепенно комнату за комнатой искать недостающие предметы. В случае обнаружения помогут мусорки и туалеты, в которых можно вскрыться. Рекомендую играть сразу на самом сложном уровне, иначе кайф от прохождения вы вряд ли получите. Хотелось бы графику покруче и чтобы разработчики поработали над оптимизацией, ибо микролаги прослеживаются даже на топовых устройствах. Ну и конечно же не мешало бы добавить разнообразия. Все это дело компенсируется абсолютной бесплатностью. Что может быть круче чем классный комикс? Правильно, только интерактивный комикс. Разработчики по-настоящему заморочились в адаптации произведений Говарда Филлипса Лавкрафта, признанного мастера жанра ужасов. Получилась замечательная история с огромным количеством мини-игр, поиском предметов и нелинейным прохождением. А консолок заготовлено и вовсе пять. Несмотря на то, что Lovecraft Quest каждый раз будет генерировать случайные события, хотелось бы увидеть большие масштабы проекта и соответственно большее часов прохождения. Геймплей сложно назвать простым. Отрисовка, анимация и саунд дизайн просто на высоте. Ну и конечно же огромное спасибо разработчикам за русскую локализацию. Даже несмотря на то, что эта игрушка попала в нашу подборку, я могу сказать, что она понравится далеко не всем. Виной всему линейность игрового процесса и однотипной схемы зачистки локаций, в которой есть заложники, бандиты и боссы. Да, процесс разбавляет ачивки, прокачка судьи и даже выполнение всех второстепенных миссий. Но тут нет нормального сюжета и что самое главное разнообразие. Как шутер от третьего лица игрушка неплохая, но основные силы тратятся на поиск ключей и скрытых плюшек на локации, а не на построение тактики выполнения миссии. Тут все можно компенсировать скоростью перемещения, оружием и допами. Поэтому проект считаю переоцененным, особенно под андроид. А вот Ares Virus полная противоположность судье. Да, игрушка не может похвастаться современной графикой и столь динамичным игровым процессом. Но зато она имеет сюжетную линию, запоминающихся героев, диалоги, зомби и огромную кампанию. И все это бесплатно. Да, встроенные покупки есть, но вынуждать тратить денежку никто не будет. Просто станет тяжелее играть. Главных претензий две. Отсутствие русской локализации, а тут нужно читать и излагать ответ выбором среди доступных вариантов и уж больно большой минимализм в отрисовке. Хочется побольше деталей. Ну а если бы здесь еще присутствовал кооператив, цены бы Ares Virus не было. Эх, не такого прихода чужого на мобильные платформы мы ждали. Сюжетка приводит к станции, на которой орудует крупнокалиберная тварь. Играть будем не за бравый экипаж, выруливающий с пушкой на перевес, а за девочку-инженера, которая теперь на полставке подрабатывает диспетчером в вентиляционной шахте. Без корочки логиста необходимо протащить команду по семи уровням, выполняя задачи по восстановлению космической консервной банки. Игра красивая, нагнетающая, хоррор как никак, но вызывающая только смех от ожидаемого БУ, который вы будете наблюдать из камеры. Суть в другом, если вы хотели увидеть шутер, то вас ждет разочарование, а вот те кто хочет вдумчиво разруливать ситуации, прикладывать здравый ум и логику, тому зайдет. Чем-то напоминает серию 5 ночей у Фредди. Из недостатков малое количество локаций, хотелось бы побольше интерактива с экипажем, а не только пальчиком водить, отдавать команды и двери цмыкать туда-сюда. Ну и неудобная система сохранений. Игрушку считаю неплохой для своего жанра, но переоцененной. В этом крутом квесте вы сыграете за муравья изобретателя, у которого сломался механизм. Лепить будем из говна, простите, из экскрементов и палок. Отчего игровой процесс только интереснее. В Antventor все продумано до мелочей. Потрясающая музыка, приятная графика, уникальная атмосфера и очень быстрый наступающий конец первой части трилогии. Разработчики конечно в описании этого не скрывают и цена адекватная, но хотелось бы подольше. Единственный способ чуточку продлить удовольствие не пользоваться подсказками. В BitCop нам дадут сыграть за полицейского попавшего в непростую ситуацию и ушедшего на понижение с места детектива. Теперь нам необходимо стать рядовым патрульным и выполнять разнообразные задачи попутно пытаясь прикрыть себе пятую точку по ведущемуся расследованию. Очень понравилась нелинейность игрового процесса и атмосфера. Несмотря на упрощенную форму, все действия выполняемые полицейским для задержания или отгонки транспорта на штрафстоянку более чем правдеподобные. С юмором тоже все в порядке. Главное вы должны быть готовы к огромному количеству диалогов которые интересно читать. Локализация на русский есть, играется на одном дыхании. Единственное разработчикам необходимо доработать скрипты. Бывает выполняешь задание, а оно все равно отмечено непройденным. Или пройденное задание необходимо выполнять заново. Встречается проблема редко, но осадочек остается. Да, я понимаю что большинство приложений платные, но поверьте, лучше так чем бесплатное расстройство, которое потом после потраченных 4-5 часов геймплея скажет вам неси-ка денежку, а то вряд ли ты пройдешь. С вами был Вадим Ищенко на канале ProTech. Спасибо что смотрите и цените. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok